Смотрите, объясняю. Как раз пока мы прячемся от дождя, мы можем хотя бы что-то полезное жалеть. Вопрос отличный. Вот, показываю то, что под рукой. Вот эти два дерева, вот они. Вот на этом еще плоды. Они есть там немного, но зеленые. А вот на этом, на этом, они уже созрели, видите. Это молодежь. В 2015 году тот участок, куда я машину загонял, купили. И я посадил психоталинские косточки абрикосовые. В 2015 году. А в 2016, из-за необычной, вот видите, необычные листья, они даже не похожи на абрикосовые. Так? То тогда я что сделал? Два пересадил сюда, там места не хватало. И стал ждать чудо. Ну, чудо я не дождался. Прекрасное. Посмотрите, вот отсюда видно плоды. Вот, сейчас я приближу. Откуда они приближу распределить? Это с Приморья. Вот они, да. Теперь давайте считать. Я хоть долго, но стараюсь ответить на вопрос. В 2016 году однолетними они были сюда перенесены. Получается. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Получается, пересаженными однолетними, обычно покупают однолетки, они на седьмой год дали первый урожай. Но это я долго ждал. На том участке, не пересаженные. Первый дал один из восьми оставшихся, дал на четвертый год. А остальные все на пятый год. Это было очень быстро, очень быстро. Ой. Пять лет. Первый на пятый год, остальные на шестой год. Все семь остальные. Вот это я говорю про сельцы абрикосов. Те, кто от меня получали косточки, обычно говорят, есть рекордсмены, говорят, на четвертый год, на пятый год. И у меня такие рекордсмены есть. Но я просто глаз остановился на тех, которые мы, спасаясь от дождя, видим живьем. Вот. Теперь возьмем привитые. Вот видите, перед вами груша. Вот она. Ей пятый год. О, на ней груши висят, только плохо видно. Видно, видно. Раз, два, три, четыре. Вот. На пятый год, но это считается даже много. Бывает и на третий год, и на четвертый. Но это сельцевая культура. Абрикосы привитые могут заплодоносить на второй год, но редко все-таки. Или цветут, но не дают плоды. А потом на третий год первые плоды. На четвертый год уже можно распробовать урожай, можно уже наесться. А на пятый год уже они такие, что можно обильно, что можно заготавливать. Это привитые. Вот. Смотрите сюда. Начали говорить о прививках. Абрикос – самая капризная культура. Капризнее даже, чем персики, как это ни странно. Потому что персик укройку выносит. А этот самый, вот он. Посмотрите, это мой гигант. Самый старожил. Самый старожил. По словам моего друга Турсунг-Пулота Доскобилова, которого я угосял плодами, и мы здесь линейка его, мы с ним собирали эти плоды, он их мерил, взвешивал. Вот, по его словам, это самое уникальное дерево в Сибири. Это не самый маньчжурский? Тот самый маньчжурский патриарх, вы о нем слышали. Вот. Ох, какое мощное дерево. Оно уже в свои лучшие годы пережило, но сейчас оно должно дать порядка 40-50 вёдер. Я нисколько не преувеличил. Смотрите. Нисколько. Валерий Павлович, вот ореши у него по вкусу хорошие, такой же. Теперь про вкус. Вот этот маньчжурский. Я только его и испытывал. Я очень напуган был тем, рекомендовать людям надо самому. Я несколько месяцев, каждый день съедал по 5-6 ядрышек от ореха... Маньчжурского. Ой, извиняйся, мы не так выражаемся. От маньчжурского абрикоса. Значит, на себе испытал, остался жив. Там якобы... Ну, должен еще об этом лечить. Синим из лоза, для чекуха. Да, да, да. Ну, горчит немножко, да? Значит... Вот что значит день рождения. Неволю не родился. Ладно, я пока не буду говорить судьбе. Можно, да? Да нужно, пробуйте. Нет, сфотографируйте. Сядьте рядом, пожалуйста. Я думал, вы показываете на плоды. Это самый шик сидеть. Сидеть, и плоды, вот мы с вами сидим, вот это самый главный шик. Вот, а это нас фотографируют. Ну, вы фотографируйте, а я продолжаю. Покажем, это даже, знаете, где даже в Америке. Вы покажете. Ну, вообще-то да, про нее не надо. Как говорится, не к ночи быть вспомняты. И вот, смотрите, про агротехнику рассказывал про эти самые. Главное, что плоды ее уже вкусные. Вот убедитесь, когда дождь кончится. Маленькие, да? Вот они, вот они лежат. Уже вкусные. Раз. Урожай настолько, пока рекорд был 30 ведер, это было зафиксировано. Это 15-17 лет назад. Значит, поза, в прошлом году рекорд был непроверенный. Тут получилось так, что вот его супруг, вот он, он намного меньше по объему раза в три. А на нем 2-3 года назад, уже забыл, было с него собрано 15 ведер. Я тогда прикинул, здесь получалось где-то 40-45-50. А вот сейчас его зафиксировать, опять не удается. Тут же собирается. Я заделся, как, приедут ученые, братья, когда-то же приедут. Должны же дойти до них, что, ну, хотя бы перенять опыт там этот. Набрать этих же самых плодов на косточке. Ну, не дождался. Один ученый был, то, что он плод доскобелок с Абаканского института. И тот давно на пенсии. И вот получилось так, что идут год за годом, а это все богатство, никому не надо. Вот. Ну, опять же, дождь идет, мы сидим. И что еще могут показать? Прямо вот это вот перед нами Манитоба 604. Полностью, стопроцентный получился Амур. До этого плоды были в три раза больше. Крупные, длинные. Но за счет такой обилия он стал меньше. Обилие же ужасное. Обилие раз, но главное, что он полностью изменился. Я это отношу. И вот этот, его, скорее всего, вот он, кто стал его супругом. Переопалился. Вот это Амур, а вот это вот Манитоба. От Манитобы, чисто внешне, следа не осталось. Даже следа. Потому что косточка, вот она, сухая. Попробуйте плоды. Вкуснейшие. Вот. Чистая Амур. Причем, что про честность? Когда говорят, не может быть, я говорю, да? Ну, факт, налицо. Когда какая-нибудь там немножко ветреная женщина говорит, ничего подобного, ветром надуло. Ну, понятно. Здесь тот случай, когда надуло ветром. Да, да. Почему не признают такие вещи элементарные? Я же его не придумал. Это что Манитоба. У меня же первая фотография. Это Манитоба. Сто процентная. Спутать невозможно. Длинным носом. Вот. Форма вот такая. Вот, вот. Я же специально показываю. Вот такая форма. И вот это вот чудо превратилось вот в это чудо. Вот. Что я на этом потерял? Ничего не потерял. Косточка отделяется. А косточки вот в данном случае сварка? Вот. Если все запоминайте, и с нее тоже гребите. Я вам бедра дал. Вот. А дождь, наверное, где-то еще идет. А дождь, наверное, где-то еще идет. Так. Давайте тогда ваши вопросы. Вопросы? Обязательно, чтобы не скрою деревья. Нет, нет. Деревья, они двуличные, я уже так понимаю. Двуполые. Двуполые. Вот. Но сделано таким образом. Это один из чудес, который, в принципе, когда науку спрашивают, почему она сама себя не опыляет. Вот. Вот не опыляйте все. От песика до тычинки с пульцой. Всего миллиметры, микроны. И не опыляет. Ответ официальный какой? Генетическая несовместимость. И правильно. Я добавил к нему еще один ответ. Он попроще. Потому что бывает опыляет. Бывает не опыляет. Бывает плохо опыляет. Одно и то же дерево. Какой же год? У меня глаза открыты всегда. Тогда я придумал другой ответ. Пестик-тычинка созревает в разное время. Вот. Пестик готов к соитию. Партнера нет. Или прийти в сила, партнер обеспечен. И тогда и урожай, и главное здоровье. Здоровье самого дерева. И здоровье потомства. А бывает завязались, и все эти произошло. А у меня такое было. А через месяц бах, все плоды на земле. Сколько угодно. А это генетическая несовместимость. Вот и все. И наука права. И то, что в разное время созревает песик-тычинка, это дополнительный фактор. То есть я не спорю с наукой. Я добавляю от себя. А если второе дерево рядом, такого же возраста. Вот так и делают. Или это два дерева одного сорта. Но, чтобы они опылили друг друга, все-таки надо, чтобы чуть-чуть не совпадало день в день. Но обычно это как случается. У кого-то пусть все лучше, пусть все хуже. У кого-то солнце больше. Вот как здесь. Посмотрите, сколько тут теней. Ужас. Вот я сейчас проведу вот так вот. И так, как этих деревьев море. Видите? Тут, тут. Это я даже не вставая. Смотрите внимательно. Это малюхонькая часть сада. Видите? Получается, что здесь метод тыка, здесь слепой расчет. Кот найдет себе партнера. Само. Вот. И великое вот это многообразие, это здоровье сада. Но я об этом подробнее сейчас говорить не буду. Это мой постулат. Валерий Константинович, вы там в своих лекциях сказали, что желательно присутствие вот этого дикаря, мы ее назовем условно, вот мальшурского абрикоса. Да. Когда остальные его чувствуют под его крылом, или биополе это действует, или что. Ну, это так? Главное желание иметь дикаря, оно противоречит науке хотя бы потому, что меня буквально смешали, даже не с землей, не по крайней мере, с грязью. То есть, я цитирую человека, который, кандидат наук, который выпустил сети грязевки, косточки, которые распространяют железов. Вот. Видите? Вот. Косточка, да? Косточки, которые распространяют, вас тут видно, не видно? Ну-ка. А ну, видно хотя бы косточку, которые распространяют железов, из них вырастет обязательно дикарь. Значит, меня называют мошенником и проходимцем. Вот. А у меня уже несколько сотен случаев из косточек, не одного дикаря, а из косточек культурных, да еще какие. Я вчера на вебинаре, в понедельник, этот пример приводил. Как это происходит? Значит, это одна сторона медали, а другая сторона медали. Как же так? Ведь этот же патриарх, огромное дерево, оно давляет над всеми, оно должно их опылить. Так. И получаться должны потомстве дикари. Но уже не получается. Получилось, смешно сказать, обратная картина. Они мне манджурца вакультурили. Процесс-то этот взаимный. Понятно. Во-первых, взаимный, когда подвой приводит на одном дереве, вот это вот, на одном дереве, и то получается влияние очень сильное. Вот же переделанный. Кто его переделал? Он же привит на манджурский абрикос. А кто сказал, что это не манджурский абрикос, так сказать, навязанный супруг, вегетативный? То есть, кто сказал, что это не подвой? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!